Уважаемые коллеги, с вашим вниманием представляется наш опыт централизации ряда скрининговых исследований. Идея централизации скрининговых исследований на примере цитологических исследований мазков с шейки матки для раннего выявления рака шейки матки была реализована еще в СССР в начале 70-х годов прошлого столетия. В нашей области объединенная клиника цитологическая лаборатория была организована при онкологическом диспансере в 75-м году. Уже в 79-м году количество исследований мазков с шейки матки составило 168 тысяч. Охват подлежащего обследованию женского населения составил 68%, что вполне вписывается в рамки полноценного скринингового обследования. Исследования выполнялись по стандартной методике Папа Николаева. Врачи-цитологи предварительно обучались на центральных базах. За 1979 год было выявлено 69 случаев угрожаемой по раку патологии, что составило 0,04% от общего числа исследований. Аналогичный относительно невысокий процент выявленной угрожаемой патологии сохранялся и в последующие годы. Предел эффективности данного скрининга определялся разрешающей способностью применяемой методики, дефицитом врачей-цитологов, ввиду которой предварительный просмотр москов осуществлялся фельдшерами и лаборантами, и дефектами забора части материал-анализа. В конце прошлого, в начале нынешнего века добавилось трудное финансовое состояние большинства ЛПУ и неопределенный статус смотровых кабинетов, где осуществлялся забор материала, что резко снизило количество поступаемых в цитологическую лабораторию материала. В 2013 году количество исследованных москов уже составляло всего 7-4 тысячи, это 27% от подлежащего обследованию контингента женщин. Кроме того, часть ЛПУ в целях экономии средств осуществляла просмотр москов в собственных лабораториях в условиях отсутствия квалифицированных врачей-цитологов. Окраска материала также стала осуществляться более дешевым в исполнении методом Романовского ГИМС. В этих условиях в Тамбовской области было принято решение о внедрении нового для нас жидкостного метода исследования москов в целях повышения качества и возврата к централизованному исследованию их на базе онкологического диспансера по стандартным методикам. Порядок распределения квотно-цитологических исследований между ЛПУ, а также обеспечение необходимого для эффективного скрининга общего количества исследований, регламентировалось ежегодно приказами управления здравоохранением области. Наборы для забора материала закупались онкологическим диспансером и распределялись партиями между лечебными учреждениями. Новые партии выделялись при получении заполненных предыдущих образцов. В среднем стоимость одного исследований составляла около 400 рублей. Традиционный цитологический исследований стоил около 50. Забор материала осуществлялся в смотровых кабинетах ЛПУ, оказывающих первичную медицинскую помощь населению работающих в одну или две смены в зависимости от мощности. Приглашение на осмотр женщин осуществлялось через средства массовой информации, путем смс-оповещения, телефонных вызовов, подворных обходов, фельдшеров, фаб. Компания по привлечению женщин к исследованию велась достаточно агрессивно. Главный ее принцип можно было обозначить известной фразой «Под лежачий камень вода не течет». Контроль заявкой женщин на обследование осуществляли участковые врачи, заведующие поликлиниками, куратор районов и зонка диспансера и управление здравоохранения области, которое доводило до лечебных учреждений ежемесячные нормы количества обследованных и получало отчеты об исполнении. Внедрению современных технологий зачастую препятствует высокая стоимость, стартовая стоимость оборудования. Кроме того, на момент внедрения методики, 2014 год, приобретение оборудования было возможно лишь из регионального бюджета. Средства ФОПС можно было расходовать лишь на закупку расходных материалов. В дотационном бюджете области дополнительных средств, а только автоматическая компьютерная система проведения и просмотра цитологических препаратов стоила более 40 миллионов рублей, выделить возможности не представлялась. В этих условиях приобретение и инсталляции оборудования проходило поэтапно и финансировалось из нескольких источников. На первом этапе по программе модернизации за счет федеральных средств была закуплена система для приготовления и окрашивания мазков и высокоскоростные центрифуги. Для обеспечения начала работы комплекса фирма-поставщик безвозмездно предоставила в бессрочную аренду три рабочих станции для просмотра цитологических препаратов с электронными микроскопами. Основная часть системы, автоматическая компьютерная система сканирования и классификации цитологических препаратов, была приобретена в аренду на 5 лет с оплатой и средством МЭС. Стоимость аренды была адекватна стоимости аппарата, но разнесена по времени на 5 лет. А по завершению срока аренды аппарат был выкуплен по остаточной стоимости за символическую сумму. Пропускная способность этого комплекса составляет 600 исследований при двухсменной загрузке. Еще 100 исследований в смену стало выполняться на представленном нам с 2017 года на апробацию российско-австрийском комплексе Вижн. Обслуживают оба комплекса всего два фельдшерного лаборанта. Оплата исследований на первом этапе проводилась путем увеличения тарифов на лечение, а при переходе оплаты за пролеченных больных по клинико-статистическим группам как отдельная услуга. Объем исследований определялся областной программой госгарантий и распределялся между учреждениями первичного звена в соответствии с их мощностью и количеством обслуживающего населения. Важным фактором являлось отсутствие на первом этапе платы за исследования самим лечебным учреждением, что исключало заинтересованность в экономии средств путем снижения их количества. Ну и дополнительным стимулом к росту вовлеченных в скрининг женщин стала программа диспансеризации. По каждому выявленному случаю патологии составлялось извещение, направляемое в ЛПУ по месту жительства пациентки с рекомендациями по направлению пациентки в онкодиспансер или проведение лечения по месту жительства с последующим контрольным циологическим исследованием в зависимости от характера выявленной патологии. Внедрение в клиническую практику жидкостной технологии приготовления микропрепаратов позволило преодолеть большинство проблем, имеющих отношение к качеству цервикальных мазков, что повысило эффективность цитологической диагностики цервикальной патологии, в том числе истинного предрака и рака шейки матки на ранних стадиях развития. Особо важным преимуществом метода является возможность длительного хранения образца и при необходимости дальнейшие исследования для выявления ДНК вируса папиллома человека и определения онкогенных его типов. Следует отметить, что качество цитологического мазка, полученного в режиме жидкостной технологии и приготовленного на автоматической системе, уже позволяет опытному цитологу по козыренным признакам заподозрить наличие ВПЧ. Наш материал и методы исследования. Выполнено 865 тысяч исследований цитологического материала с шейки матки, полученные у женщин в смотровых кабинетах и гинекологических кабинетах лечебных учреждений, доставленные в нашу лабораторию в 2014-2019 годах. Материал получали у женщин в возрасте от 18 до 85 лет, записавшихся на прием к любому врачу, а также в рамках диспансеризации у женщин в возрасте от 25 до 59 лет, проходящих регулярные диспансерные осмотры. В 654 тысячах случаев для забора использовалась цитощетки с помещением в контейнер с жидким фиксирующим раствором. В 211 тысячах забор производился по стандартной технологии шпателем с мазком на предметном стекле. Цитологическая лаборатория из контейнеров мазки готовилась на автоматизированном комплексе оборудования с окраской по Папу Николау. Полученные традиционные методы мазки также окрашивались по Папу Николау. Микроскопические исследования выполнялись цитологами с высшей и первой квалификационными категориями. Мазки, приготовленные на автоматизированном комплексе, предварительно просматривались автоматические компьютерные системы с распределением на пять степеней опасности и выделением наиболее демонстративных полей. Все случаи выявленных интерэпитериальных поражений, неясные микроскопические картины, оценивались коллегиально. При наличии проводилось сопоставление с гистологическим исследованием. Дополнительно в исследовании включены 227 тысяч цитологических исследований мазков и шейки матки других лабораторий области, сделанных традиционным методом в тот же период времени. Но вот соотношение исследований, выполненных методом жидкостной цитологии, традиционным и выполненных в других ЛПУ, представлено на слайде. Оно сохраняется стабильно в течение нескольких лет, однако общее количество в последний год несколько снизилось в связи с общим снижением женского населения и изменением демографического профиля. Из представленных результатов следует, что эффективность скрининга с использованием жидкостной цитологии в 4-10 раз выше традиционной при просмотре препаратов цитологи одной и той же специализированной лаборатории. Выявляемость угрожающей патологии по раку при использовании традиционной технологии зависит от опыта и квалификации цитологов. Исследования, проведенные в цитологической лаборатории онкодиспансера, даже традиционным методом, выявляли в 2-7 раз больше случаев патологии, чем в других неспециализированных лабораториях области. Результаты. С началом активизации скрининга рака шейки матки показатель заболеваемости резко вырос в 2014 году. Далее с колебаниями медленно поднялся до 25,5 на 100 тысяч женского населения, превысив средний российский показатель. Параллельно с ростом выявляемости рака шейки матки отмечен рост диагностирования более ранних стадий. В последнее время, в последние 3 года, соотношение ранних 1-2 к поздней 3-4 стадии составляет 6 к 1. Эффективный скрининг рака шейки матки в области в результате снизил показатели смертности. Смертность от рака шейки матки в Тамбовской области сегодня значительно ниже средней российской и ряда европейских стран. Кроме того, снизилась и одногодичная летальность. За тот же наблюдаемый период отмечается стабильный рост пятилетней выживаемости, достигнувшей среднероссийских показателей. Ну и несколько слов о скрининге колоректального рака. Проводимый зачастую формально, ранее всеми лабораториями области анализ скала на скрытую грудь показал свою полную неэффективность в выявлении злокачественных наобразований данной локализации. За 218 год из выполненных в лабораториях области 116,5 тысяч исследований кала на скрытую кровь положительных анализов было выявлено всего 5, из которых лишь в двух случаях подтвержден рак. Причем подозрение на наличие онкологического процесса имелось уже до забора материала. С 2019 года в нашем учреждении начала применяться методика ранней диагностики колоректального рака с использованием анализатора для определения концентрации гемоглобина в калии иммунохимическим методом, которая, надеюсь, в ближайшие годы вырастет в скрининг. Благодаря активной разъяснительной работе и административному ресурсу управления здравоохранения области большинство ИПУ заключило с нашим учреждением договора на выполнение данных исследований. Проведение исследования полностью автоматизировано и имеет высокую степень результативности. В 2019 году выполнено 12 769 исследований и в 840 случаях выявлены патологии, из которых в 11 случаях подтвержден рак прямой ободочной кишки. Пациенты уже получили специализированное лечение. В 39 случаях выявлена доброкачественная патология, чаще полипы толстой кишки, которые подлежат удалению, и тем самым предотвращается возможное развитие рака. Выводы. Использование различных источников финансирования в форм пользования оборудования, включая арендную, позволяет организовать дорогостоящие, но эффективные методики скрининга рака шейки матки даже в регионах с депрессивной финансовой ситуацией. Жидкостная технология забора материала и приготовления цитологических мазков обеспечивает большую информативность обследования, повышает выявляемость патологии, угрожаемой по раку. Использование высокотехнологичной и высокоскоростной методики приготовления и просмотра мазков увеличивает количество исследований без увеличения штата лаборатории, в результате достигается необходимый и достаточный охват обследованных контингента для обеспечения эффективного скрининга. Методичное регулярное проведение скрининга рака шейки матки с применением современных инновационных технологий с последующим оптимальным лечением выявленных случаев рака шейки матки снижает смертность от данного заболевания и повышает пятилетнюю выживаемость. Информативность скрининга колоректального рака с использованием анализатора для определения концентрации гемоглобина в калий иммунохимическим методом подтверждена на практике. Метод следует использовать в диспансерном обследовании населения и области. Спасибо за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует...